Всем привет! Мой огород находится в Московской области. И хочу здесь показать участок, который находится между теплицами. Здесь заросли кабачков и кукурузы. В этом году высаживала кукурузу рассадой 3 сорта. По 4 штуки. Это black-red, это красно-черное зерно кукурузы. Это 4 тоже растения. Сахарная сорт. И здесь у меня еще 4 это божественная бумага. Но вот 4 кустик почему-то очень слабо растет, развивается очень и очень медленно. А вся остальная кукуруза довольно-таки в хорошем состоянии. Я снимала уже видео про кукурузу. Говорила, что у нас сильные ветра. И я ее подвязала. Вот, поставила арматуру и подвязала кукурузу, чтобы стебель не сломался. И мне зритель посоветовал ее учить. Я никогда этим не занималась. И думала, зачем окучивать, если она в полях никогда не окучивалась. И тут я обратила внимание на кукурузу, что она дала дополнительные корни. То есть, вот ствол. И как на огурцах, и на томатах зародились сначала маленькие корешки. И вот они выросли. Вот такой осьминог получился. И затем, видите, кора у стволика, у стебля расщепилась. И тоже дала дополнительные корни. Смотрите, как интересно. Корни находятся в какой-то вот слизи. Как будто эта слизь защищает их от пересыхания. Ну, это мое мнение. Это я так думаю. Вот, я думаю, хорошо видно вот эту слизь. И теперь я вот задумалась, что реально все-таки я буду их окучивать. эти кусты кукурузы. Смотрите, конечно, если я сейчас засыплю землю вот так, то корни пойдут просто на милую душу. Я думаю, что и укрепится стебель, и будет больше питания для початков. Потому что кукуруза у меня уже начала образовать початки. Смотрите, это вот кукуруза сорт сахарная. Здесь образуются початки. Уже выдвинулись рыльца. И уже готова поспела метелка. Вот в этой метелке как раз находится мужская пыльца. И ветер, когда начинает дуть, и эта пыльца, она, по идее, должна осыпаться на вот эти рыльца. И уже пойдет оплодотворение, грубо говоря, и образуется зернышко. То есть не будет пустых этих початков. То есть каждое зернышко здесь появится, не будет пустоцвета, грубо говоря. Но кукурузу я сама опыляю. Просто нет возможности показать, как я это делаю. Видите, вот мужская метелка потихоньку начинает созревать. Вот видите, они так немножко как вываливаются. Это значит, уже происходит созревание мужской пыльцы. И здесь уже образуются початки. Но рыльцы здесь еще не выдвинулись. Это сорт божественная бумага. Вот она только-только начала петелочков двигаться. Самое первое начало у меня уже образовывать кочаны. Это сахарная. Очень хорошо. И блэк ред тоже. видимо она средне-позднее. только-только начинает образовываться метелка. Но кусты у блэк ред довольно-таки мощные. Самые мощные из всех трех сортов. Смотрите, как интересно. блэк ред просто стебель идет и все. А допустим, у сахарной смотрите, как интересно. У нее сделано сразу из земли сейчас я уберу идет несколько побегов. вот раз, два, три. Сразу три побега. тоже, смотрите, как интересно, дает дополнительные корни. Сейчас покажу, как божественная бумага. Вот божественная бумага тоже замечательно дает корни. Вот досюда я сейчас буду засыпать ее землей. и здесь тоже божественная бумага как хорошо дает. Подокучила корни вот таким образом. Здесь у меня простая земля и чуть-чуть коровьего перегноя добавила. И так вот у меня теперь подокучено. В общем, все вот эти дополнительные корни я закрыла. Сейчас, наверное, я еще подсыплю. посмотрим, что будет. Сделаю для сравнения уже. Потом посмотрите, что получилось в итоге. Все, у меня на сегодня все. Всем пока!